Девушки отдыхают Мне надо завтра выспаться до выступления Потому что вчера мне нужно было выступать в клинике Best Buy В рамках нашего старого мероприятия Metal Masters И мне нужно было вставать и идти на саундчек Сегодня у меня с вами мероприятие А завтра концерт Большой Четверки, но я должен вставать Обычно как рано на настройку звука ты приходишь Я не хожу на саундчеки, я просто выхожу на сцену и играю Я хотел обсудить с тобой твои музыкальные влияния Поговорить о том, как ты начал играть и что изначально мотивировало тебя взяться за гитару Кто тебя подтолкнул, группа гитариста или друг, который просто любил играть на гитаре, ну и так далее Ничего из вышеперечисленного, старина Я начал играть на гитаре по самой некрутой причине Которую, наверное, кто-либо когда-либо озвучивал Когда мне было 13, мой отец захотел, чтобы у меня было свое хобби Он хотел уберечь меня от неприятностей и уберечь от дурной компании В то время было совершенно непонятно, насколько это получится Тогда непонятно не говоря уже, а сейчас В то время увлечение гитарой избавило меня от дурной компании Потому что я сидел, играл и не попадал в неприятности Но сейчас я тусуюсь с Заком Уайлдом Испытываю на себе серьезное дурное влияние, общаясь с тем же Мерлин Мэнсоном Так что мы уже в беде, но как-то это переживем Окей Как только ты начал играть на гитаре, сразу же увлекся металлом Или сначала тебе пришлось играть, ну, ту же песню У Мэри был маленький барашек О, чувак, я играл колыбельную, сия-сия и маленькая звездочка И первый год обучения я изучал гитарные пособия А потом понял, что не собираюсь остановиться сессионным музыкантом Не собираюсь быть каким-то там чуваком на подхвате чужим заменителем Поэтому я перестал осваивать нотную грамоту, ну и все такое Поэтому любая нотная партитура для меня темный лес С тем же успехом вы могли бы показать мне священное писание, инопланетян Так что я понял, что могу выучить то, что мне нужно, не зная нот В принципе, можно разучивать что-либо, играя на слух, как только вы изучите основы А потом, когда ты дошел до того, что начал сочинять свои собственные мелодии Ты сочинял риффы и записывал их на монитофон Я до сих пор свои музыкальные идеи записываю на монитофон Ну так уж получается, когда Джефф сочиняет вторую половину музыки А он довольно рано начал играть и записываться с использованием драм-машины Поэтому, когда он приносит свою песню, в ней уже есть гитара, бас, барабаны Вот разучивая Дэйв Во время работы на нашей новой пластинке я мог принести свою песенную идею Записанную на гребанную кассету И при этом думал, ух ты, как мы будем это проигрывать Потому что в студии не было никаких носителей для воспроизведения Мне приходилось приносить магнитофон на следующий день Но, по крайней мере, запись сохранилась Я знаю, что сейчас есть те, кто записывается на свои телефоны Если у вас появляется идея, вы звоните на свою голосовую почту, ну и так далее Я видел, как люди теряют свою записи, а потом говорят Да, я все потерял, все пропало Не знаю, куда все это подевалось Я никогда не терял свой телефон Некоторое время назад я забыл телефон в Европе Но никогда его не терял Кроме вчерашнего вечера, не знаю, куда он подевался Но, к счастью, у меня было два телефона А тот, который пропал, в нем не было сомнительных фотографий Поэтому моя жена не разозлилась По теме гитар фирмы BC Rich Когда ты начал играть на BC Rich? Сколько себя помню, ты играл на этих гитарах Твоя первая электрогитара была именно BC Rich Или ты начинал играть на других моделях? Ну, с BC у меня связаны две истории Я играл на BC изначально до 89-90-х годов А потом разорвал с ними отношения Потому что семья продала кому-то права, кажется, какому-то парню на Востоке Кажется, это была компания под названием Class Acts И хотя владелец данной компании хотел, чтобы я продолжал играть на гитарах BC Rich Он не выпускал инструменты из цельного куска дерева, на которых я постоянно играл Поэтому началось мое десятилетнее сотрудничество с компанией ESP Которые были ко мне очень добры, и я до сих пор поддерживаю с ними дружеские отношения Я люблю общаться со своими спонсорами лично, а деловые вопросы решаются через менеджеров Все те, кто отвечают в компании за усилители Marshall, их телефонные номера есть в моем телефоне И я звоню им в любое время, когда захочу Мне симпатична семья Marshall, и я чувствую свою причастность Это круто, потому что благодаря личному общению сотрудники Marshall предоставляют мне кучу разного дерьма И я рекламирую их продукцию повсюду Только на этом я играю и рекламирую, чего многие не делают Очень приятно иметь отношения с теми людьми, которыми я давно восхищался И потом, когда я снова продолжил играть на гитарах Бисси Рич Наверное, где-то в 98-99 годах Именно в тот период семья Marshall вернулась на рынок И я заставил их пару лет сосать мой член Я очень злился из-за того, как все прошло в первый раз Так получилось, что тогда я играл на гитаре модели Mockingbird У меня была великолепная гитара Mockingbird Цвета каменного угля И я играл на ней исключительно в студии Однажды мне позвонили и сказали Так получается, что мы больше не будем раздавать Бисси Рич на халяву И если тебе нужна гитара, ты должен прийти ее и купить Я в то время особых денег не зарабатывал, как не зарабатываю их и сейчас Я не могу заработать несколько сотен долларов за пару дней И я сказал, если вы подождете до такого-то дня, ну скажем там до завтра Я постараюсь достать деньги и на следующий день не приобрету вашу гитару Но они не стали ждать, взяли гитару и продали О, черт! Да, вот так вот Так что в итоге я сказал, черт возьми, я больше никогда не буду играть на ваших гитарах А потом семья выкупила компанию, опять же, именно так вся эта история обретает смысл Они для меня как моя семья И каждый год глава Бисси Рич, Берни Чавас Рико, подходит ко мне на музыкальной выставке NAMM В то время не было контракта с гитарной компанией ESP И я им сказал, послушайте, если мне понравится ваша гитара, я готов заключить с вами контракт Что в итоге я и сделал А сейчас расскажи, чем для тебя отличаются три молосистемы Келлер и Флойд Роуз Я знаю, что и ты используешь Келлер Почему ты выбрал именно Келлера, а не Флойд Роуз? Я никогда не понял, почему кто-то хочет обрезать конец струны, вот и все Человек постоянно чему-то учится И я знаю, что Дайм Бэк Даррелл был большим фанатом Флойд Роуз Но чтобы сейчас я мог играть с использованием Флойд, мне пришлось бы полностью переучиваться работать с рычагом Потому что система 3 мола Келлер установлена на гитаре под определенным углом А Флойд стоит ровно горизонтально Конечно, и если не настроить Флойд правильно, при нажатии рукой пластина начинает деформироваться Если только не открутить ее до конца А при использовании системы 3 мола Келлер этого не требуется Честно говоря, я не думаю, что моя рука прилагает усилие в 4,5 килограмма Когда я жму на рычаг 3 мола По сути, я жму не рукой, а своим запястьем Но вместо того, чтобы нажимать вот так, то есть на себя Я буду должен жать вот так, а от себя Прилагая правильное усилие Что касается Келлера, мне кажется, что в какой-то момент, если я ничего не путаю Эта компания начала выпускать клюшки для Гольфа или что-то в этом роде Да, конечно Я помню, что мы не могли получить Келлер по крайней мере 6 или 7 лет А потом внезапно они вернулись в строй Да, пришлось тяжко Но мне повезло, что я успел сделать себе имя, поэтому у меня есть доступ к их продукции И если бы мне что-нибудь потребовалось, их продукция появилась бы волшебным образом Да, я помню Итак, сейчас перед тем, как мы включили камеру, мы говорили о влияниях и так далее Мы говорили о том, кем ты хотел стать, чем хотел заниматься, определившись в подростковом возрасте К тому времени, когда я начал играть на гитаре и стал достаточно хорош, чтобы чему-то научиться Конечно, моим первым влиянием были Ван Хеллен У меня было две старшие сестры, поэтому я не испытывал никакого влияния И не увлекался ни хардроком, ни металлом Но Эдди Ван Хеллен очень круто играл на гитаре Это было потрясающе, с 78-го года по 70-й я 6 раз побывал на их концертах Да, Эдди был крутой, на этих турах стоило побывать Может быть, даже на концертах туров в поддержку Fair Warning Мне кажется, на гастролях в поддержку альбома Women and Children First Ван Хеллен разогревали Black Sabbath Или, примерно, где-то в тот период Не знаю Я увлекся тяжелой музыкой, но это заняло у меня какое-то время Мое знакомство с реальной тяжелой музыкой, вероятно, было связано с радио в Лос-Анджелесе Тогда по радио гоняли Judas Priest и такие песни, как Breaking the Law и Living After Midnight Которые, вероятно, были самыми попсовыми песнями данной группы Я открыл для себя Priest благодаря радио Мне понравилась игра над вегетарой и крутой вокалист Когда покупаешь такой баристовский альбом, как British Steel Открываешь для себя такие песни, как Rapid Fire и Stealer После чего приобретаешь себе концертника Priest Unleashed in the East На котором эти ребята великолепно исполняют свои старые песни Поэтому я открывал «Люся тяжеляк» как бы в обратном порядке Прошло уже достаточно много времени, но сегодня Slayer записывали свои пластинки уже четверть века Как ты оцениваешь, насколько со временем менялось ваше звучание? Недавно я посмотрел видео с твоим участием, в котором ты называл своих любимых продюсеров и любимые студии звукозеписи Насколько с годами изменилось ваше звучание по сравнению со звучанием 80-х? Или сейчас вы совершенно иначе относитесь к тому, что записывали на пластинке? В принципе, мало что изменилось В корне изменилась лишь моя методика достижения фирменного звучания Моя фирменная голова усилителя Marshall Когда мы пошли по этому пути, я разработчикам сказал Ладно, если вы не хотите создавать мою серийную модель, тогда мне сотрудничать с вами неинтересно Потому что я помню, когда вышла фирменная голова усилителя Зака Я знаю Зака, мы друзья, и я знаю, что у Зака давно довольно тесные отношения с компанией Marshall Но я не мог заполучить серийную модель Модель Зака? Да, не смог бы ее получить Я знаю, что голову усилителя Ренги Роудса так же трудно достать А тем, кому это удалось, крупно повезло Я думаю, что эти головы стоили порядка 400 долларов Или что-то в этом роде И я не мог себе их достать, даже несмотря на мои связи, и меня это задело Поэтому, когда появилась моя голова, я сказал Послушайте, я не хочу, чтобы через два дня после поступления в продажу Подростки платили в три дорого, только чтобы себе их заполучить Я хочу, чтобы они могли ими пользоваться, а не просто прятать в кладовке, как какую-то ценность Забавно, у многих моих друзей в музыкальном бизнесе есть эти головы, например, у гитариста Mastodont У парня из Inflames, и они ими пользовались А да, как классно, что я хочу выпустить тот продукт, который нравится так же моим друзьям Но когда мы создавали эту голову, и когда я ее создал Основываясь, например, на идее поездки в Южную Америку Потому что если вы неправильно все спланируете, товар часто может застрять на таможне А вам придется пройтись по какой-нибудь деревне Южной Америки В поисках чего-нибудь, что могло бы обеспечить нужное вам масштабное звучание Технические характеристики моей головы таковы, что я могу подключиться и отработать концерт Мне не нужно ничего придумывать, все решается довольно просто Да, я слышал, что часть концертного аппарата просто исчезает Как ты говорил, например, в турах по Южной Америке В других турах внезапно оборудование отсутствует, или оно находится в другом самолете, ну и так далее В моей ламповой гитарной голове есть встроенный гейн По сути, в эту голову встроено то, что раньше было моим десятиполосным эквалайзером Поэтому теперь мне отдельный эквалайзер больше не нужен Хотя я думаю, что компания Dunlop до сих пор выпускает его И я пользовался таким отдельным эквалайзером, наверное, лет 20 Пока не монтировал его в мою гитарную голову По теме продюсеров и так далее Когда ты играл в одну из песен рэперов Beastie Boys А Гэри Холд звонит, ищет Кинга Когда ты сотрудничал с Beastie Boys Когда Рик Рубин пригласил тебя сыграть гитарное соло в их песне «Не уснуть до Бруклина» В тот момент ты знал, что эти рэперы станут настолько популярными Или ты думал, что это еще за херня такая Я бы не заплатил за это 200 баксов Сейчас, вспоминая все это, хочется сказать, что если бы тогда мне дали лишь долю процента с прибыли Я бы сейчас с тобой и тут не разговаривал Я бы владел этим гребаным островом Где все это произошло, в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе? Думаю, что в Лос-Анджелесе Окей, потому что я знаю, что Beastie Boys родом из Нью-Йорка Поэтому мне было просто интересно В тот момент мы записывали альбом Rain and Blood А Beastie работали над своим диском «Litense to Ill» И я думаю, что вся идея заключалась в том, чтобы прийти и сделать это Правильнее было бы сказать, что сделать это как шутку, а не как нечто экстремальное Сейчас я говорю не о группе Аверкилл Но Слиптел Бруклина такая по типу насмешливая песня Поэтому я сыграл это ужасное гитарное соло, которое просто прекрасно вписалось в данную песню Это точно Великолепное, блестящее соло Спасибо, что пришел Конечно, завтра важный день для тебя О, у меня есть еще один вопрос Для нас Нью-Йорк неразрывно связан со стадионом Янки Даже хотя это уже новый стадион Янки Это целое событие Что для тебя значит завтрашний концерт на данном этапе твоей жизни? Всего лишь рядовое очередное выступление или невъебенное крутое событие? И то, и другое Честно говоря, мне интересно, как все пройдет Это просто прекрасно, прекрасно И кормежка там отличная, ты мог бы съесть все, что угодно А иначе я бы туда не пришел Да, жду этого с нетерпением Так, а ну заткнись нахер Я тут ни при чем, это весело Да, я жду завтрашнего концерта с нетерпением Мне любопытно проверить, где будет расположена сцена Я знаю, что на этом стадионе пока что проводилось всего до 1-2 концерта Да, недавно там выступал Пул Маккартни Не знаю, кто еще играл там в последнее время Может быть, рэпер Джей Зи? Да, точно, он там выступал в начале лета Понятия не имею, я не знаю, чего ожидать На концерте в Нью-Йорке может произойти все, что угодно Да, чувак, это будет круто Спасибо, что пришел, спасибо за все Субтитры затем Продолжение следует...